Эй, всем привет, обожаю на мой канал, с вами Жанка Англичанка, и сегодня мы с вами будем веселиться. Мы находимся на самой-самой веселой, прикольной улице Албуфейри. Эта улица называется Стрей, точно так же улица называется Лас-Вегаси. И вы уже, наверное, догадались, что это улица, на которой находятся различные развлекательные заведения. Это, конечно же, ночные клубы, это рестораны, бары, ну, может быть, что-то еще, я не знаю. Мы сейчас все с вами посмотрим, потому что здесь уже становится очень-очень-очень-очень весело и жарко. Народ вокруг ходит и тусуется, наряженные, не знаю во что, в общем, вы сейчас все увидите, так что не приключайтесь, будет очень интересно. Ну что, пошли веселиться. Итак, как я уже сказала, на улице Стрип вы найдете множество различных ресторанов, ночных клубов, баров и, конечно же, магазинов, которые открыты днем и практически всю ночь. На эту улицу можно также прийти и днем. Здесь можно что-нибудь покушать, выпить, ну, конечно же, пошопиться. Ну, а самое интересное и веселое начинается ночью под свет неоновых огней, когда все бары, рестораны включают огни, вывески, то на ум приходят очень интересные названия. И вы сейчас все это увидите. Включайте, друзья, воображение, что вы видите в вывесках и названиях этих ресторанов. Конечно же, улица Стрип, как я уже так же сказала, есть в Лас-Вегасе, самая известная. И есть такая поговорка, что случилось в Лас-Вегасе, там же и останется. Я думаю, что здесь, на этой улице Стрип, которая находится в Албуфере, многие тоже так же считают, что случилось, то здесь и останется. Смотрите вот на это название. Как вы думаете, что означает слово «лик» в переводе с английского? Думаю, многие из вас знают, это означает «лизнуть». Ну, я думаю, что вы сейчас представили, конечно же, мороженое. Ну, и главные герои улицы. Кто же они? Переодетые, не пойми что, во что и зачем вообще все это нужно. Конечно же, сюда приезжают оторваться по полной. И это место очень популярно среди англичан. Устраивать девичники и мальчишники. Ну, так же, как бы традиция, как и у нас есть, да, перед свадьбой устраивать девичник или мальчишник. У нас обычно это как-то за день до свадьбы устраивается. А у иностранцев есть такая привычка, обычай, особенно вот у англичан, это собираться дружной, веселой компанией и отправляться в какую-либо страну, где очень тепло и всегда светит солнце. И, конечно же, самая популярная, одна из популярных, скажем, таких стран, это вот как раз Португалия, город Албуферия, вот этот знаменитый стрип, где и происходят все эти сумасшедшие мальчишники и девичники. Ребята и девчонки наряжаются и творят просто невообразимое, наверное, традиция у них такая. Чем лучше ты проведешь, да, последние дни свободы, тем, наверное, будет более крепким и сильный брак в дальнейшем, да, взаимоотношения. Ну, в общем, вот такая традиция у иностранцев, ну, так отдыхать и веселиться, да, наслаждаться последними днями свободы. Субтитры создавал DimaTorzok После очень вкусного коктейля, конечно же, я не могла тоже сидеть на месте и отправилась немножко размять косточки, потанцевать. Было очень здорово и весело. Ну что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте подписываться. С вами была Жанка. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok